Добрый день! С вами Наталья Раденя и наш интернет-журнал о новостройках Прометр Бай. Сегодня мы с вами оказались снова в жилом комплексе Левада. Сейчас мы с вами стоим у жилого дома по генплану 1.1, который уже приобрел свой почтовый адрес. Адрес Нововиленская, 29. Звучит это гордо. А гордо почему? Потому что этот дом должен был сдаться только в сентябре 2021 года. А сегодня уже дом введен в эксплуатацию и жильцы получают ключи. Заходим в подъезд. Первое, что мы видим, это видеодомофон. Вы будете видеть, кто к вам просится и не будете пускать нежданных гостей. Все очень стильно. В самых актуальных цветах используются деревянные панели. Стоят почтовые ящики. Плитка такая серенькая, но очень хорошо сочетается со стенами. Такие декоративные элементы есть в подъезде. Установлен лифт. Лифт фирмы Отис. Выход на лестничную площадку, если вы любите подниматься пешком. И что еще очень важно, вот вторая дверь, выход на другую сторону двора. Через эту дверь вы попадаете на детскую площадку. Насколько подобраны тона, как они сочетаются друг с другом. Серые перила сочетаются с отделкой вверху стен. Светлые стены серые сочетаются со светлым полом. Также очень сюда подходят вот эти хорошие, качественные темно-серые металлические двери. Таблички какие красивые. Видно, что думали очень хорошо на отделке подъезда. Заходим с вами в квартиру. Тона очень приятные, теплые. Обои очень хорошие, прочные, долговечные. Обои, которые моются щеткой. Ламинат с пазиками. То есть это тоже имеет существенный вес. Потолки натяжные, уже с смонтированными светильниками. Это квартира двухкомнатная. Сейчас мы находимся в комнате гостиная-кухня. То есть это такая студия. В комнате три окна. И окна нестандартного размера, а гораздо больше, чем мы с вами привыкли. На окнах стоят замки. Хорошие стеклопакеты. Это очень важно. Посмотрите. В квартире разведена полностью вся электрика. Вот кухонная зона. Есть розетка и под электроплиту, и розетки над рабочей зоной. Вот включаются и выключаются светильники. По-моему, все очень стильно и лаконично. Санузлы в этом проекте раздельные. Давайте посмотрим. Межкомнатные двери. Красивые, современные, лаконичные. Это ванна. Ванна и кафельная плитка, я бы сказала, по последнему тренду. Когда миксуется вот эта деревянная поверхность, имитируемая, с классическим белым цветом. Есть уже у нас умывальник с тумбочкой. Установлены краны. Ванна вместе со смесителями. Ну, собственно, квартира готова к заселению. Смотрим с вами туалет. Первое, что бросается в глаза, это то, что плитка точно такая же, как и ванной. Это один из последних трендов, когда ванна и санузел не различаются плиткой. Что еще мы видим сразу? Это инсталляция, красивая кнопка, псевдобиде, зашиты все трубы, установлен вентилятор. Ну, на мой взгляд, все прекрасно. Как мы видим, все выполнено в единых тонах, в едином стиле. То есть не хватает только вашей мебели, ваших штор и маленьких дизайнерских решений. Балкон достаточно большой. Также выполнено алюминиевое остекление. Ну и что можно увидеть из балкона? То, что уже готова придомовая территория и парковка. Посмотрим еще одну квартиру. Здесь мы видим уже немножечко другое цветовое решение. Пол более темный, а стены наоборот, более светлые. Ну, вот мне по душе ближе, наверное, такой вариант. Красивый ламинат, такой, я бы даже сказала, который производит эффект паркетной доски. Очень приятная расцветка, натуральная, подобранная. Тона выглядит, как настоящий деревянный пол. Квартира, в которой мы находимся, трехкомнатная. Кухню-гостиную мы посмотрели и осталось еще две комнаты. Вот они. Находятся справа и слева от меня. Какая из них будет детская, а какая из них будет муниципальня, решать только вам. Давайте посмотрим ванну. Туалет. Посмотрим третью квартиру на этом этаже. Музыка. 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 ого а здесь сюрприз здесь не ванна а именно душевая предусмотрена с большой лейкой туалет смотрим четвертую квартиру на этой лестничной площадке она двухкомнатная прихожая обои светлее чем во всех остальных квартирах а пол такой более рыженький коричнево-рыжий кухня гостиная везде натяжные потолки и встроенные светильники три окна особенность в санузлах другая коллекция плитки еще один вариант мы были в жилом комплексе левада в мае месяце прошло пять месяцев и вот о чудо дом по генплану 11 уже сдан на сегодняшний день жильцы получают ключи но есть еще варианты квартиры в этом доме как с отделкой так и без если же вы выберете квартиру с отделкой то стоимость квадратного метра у вас увеличится приблизительно на 200 долларов особенности какие посмотрите на фасад на вот это сочетание серых тонов и натуральных таких деревянных вот эта цветовая гамма она соблюдается в целом во всем жилом комплексе то есть это и во входных группах в подъездах и в квартирах тоже посмотрите на красивый ландшафтный дизайн на такое огромное количество красивых камней посажены уже деревья растет газонная трава если мы присмотримся вот немножечко туда глубже мы увидим автополив примечательно что территория 2 двора совершенно закрыта то есть здесь нет никакого проезда для автотранспорта рядом находится детская площадка она тоже огорожена за ней стоит уже забор это важно и примечательно тем что вы можете вечером выйти на свой красивый бульвар дворовой и прогуляться и вас не расстроит здесь присутствие чьих-то машин детская площадка очень стильная выполнена она также в экологически чистых материалов вот такое дерево металл все очень стилизовано все очень красиво это дизайнерская разработка покрытие мягкое то здесь никогда не будет грязи дождя и так далее вон какие стоят замечательные беседки в которых можно прекрасно проводить время играя в какие-то игры не только в компьютерные например не знаю съедобное несъедобное перебрасывая друг другу мяч а родителям можно быть совершенно спокойными выпустить своих детей площадка огорожена она автономно она закрыта не только от машин но и от чьих-то чужих глаз и ваши дети могут совершенно самостоятельно на ней проводить время а вы можете наблюдать за ними из окон вашего жилья подводя итоги что можно отметить все квартиры в которых мы были имеют очень приятную цветовую гамму все тона очень мягкие все они натуральные существуют разные варианты отделок плитки в санузлах существуют варианты различные покрытия на полу существуют различные варианты оклейки обоев какой ближе вам какой больше вам понравился решать только вам и выбирать тоже вам ну а если вы хотите сделать свой авторский ремонт и свой авторский дизайн выбирайте квартиру без отделки переходите на наш сайт про метрбай выбирайте жилье звоните нам мы вам будем рады